Девушки отдыхают 8-909-720-101-0 Можно отправить сообщение в Вазап, в Вайбер, они привязаны к этому номеру, ну, либо по старинке СМС. 909-720-101-0 Либо канал в Телеграме. Да. Либо канал в Телеграме. Эхо Кирова. У нас сегодня две темы. Одна из них связана с политикой. Я не знаю даже, вот с политикой ли она связана, или все-таки с желанием сэкономить деньги. Это первая тема нашего часа. А вторая – это культура. Мы будем говорить с представителями Вятского художественного музея. О тех событиях, ближайших, которые пройдут. Ну, во-первых, это пленэр. Во-вторых, это выставка, которая откроется. И выставка, которая открылась в выставочном зале. Ну, и плюсом все-таки выясним, что же там с Кандинским. Когда же работы Кандинского-то нашли в Кировской области? Потому что многие коллеги сообщили о том, что это у нас такая новая информация. Оказывается, что это было довольно давно. Я тебе скажу, мы тоже написали эту новость. Нам тоже сказали, что это вовсе не новость. Для нас новость. Хорошо. Вот Анна Шакина, директор Вятского художественного музея, нам все расскажет. Первая тема связана, естественно, у нас с сокращением, с планами по сокращению количества депутатов законодательного собрания. Озвучил их один из вице-спикеров Роман Ситов. Пока это только инициатива. Ну, наверное, не то, чтобы планы. Но это инициатива. Ну, да. Это инициатива. Предлагается сократить депутатов до 40 человек с нынешних 54. Причем сократить именно количество тех депутатов, которые проходят по спискам. Не одномандатные округа. Еще один вице-спикер законодательного собрания Владимир Костин с нами на связи. Если я верно понимаю, Владимир, добрый день. Добрый день. Добрый день. Владимир, скажите, пожалуйста, вы вообще вот до момента, когда эта информация вышла в публичное поле, как-то обсуждали это внутри законодательного собрания о том, что вот... Возможно, вы уже там давненько задумались о том, что вас слишком много. Слишком вас много. Знаете, нет, не обсуждали. Слишком много, да, такие мысли были. Но не в плане того, что депутатов слишком много, а слишком много тех, кто не работает. Вот так вот, скорее, я бы все-таки формулировал эту мысль. И законодательное собрание уже много раз в трибуны, как собрание говорил, и в средствах массовой информации. Законодательное собрание, на самом деле, сильно не дорабатывает. Как раз ввиду того, что многие депутаты не используют свои депутатские полномочия. Ну, Владимир, смотрите, да, вот если говорить в контексте сокращения или не сокращения, и сокращения тех, кто не работает, а ведь как понять, что человек не будет работать? То есть ведь можно набрать не 54, например, а условно 30 депутатов, а из этих 30, 15 опять не будут работать? Абсолютно правильный вопрос ставите, да. Как понять? Вот смотреть, во-первых, на то, кто как уже отработал. У нас есть депутаты, которые по четыре созыва работали вроде бы как, и ни одного проекта закона не внесли. И при этом то, за что они голосовали, вряд ли отражает интересы их избирателей. Но, тем не менее, это снова депутаты, и мы должны выбор избирателей уважать. Что касается, как спрогнозировать, будут работать, не будут. Ну, еще раз говорю, внимательно смотреть на отчеты депутатов, внимательно смотреть, кто ваши интересы в Законсобрании представляет, и на основе этого делать выбор. Ну, и немаловажный факт. Я когда говорю, что мы задумывались о том, что депутаты не работают, и может быть как-то там на самом деле депутатские корпусы сократить, мы ни в коем случае не думали о том, что сокращать нужно списочную часть, а увеличивать однонадатников. Потому что понятно кто, понятно что этим пытается добиться. Мы опять при подобных раскладах можем получить абсолютно неотражающие интересы граждан представительства в депутатском корпусе. Да, Владимир, простите, пожалуйста, а кто и что пытается, кто и чего пытается добиться? Единая Россия пытается сохранить большинство в ветком парламенте. А как это связано с одномандатниками? Поясните, пожалуйста, нашим слушателям. Из 27 одномандатников, которые трудятся или не трудятся сейчас в Законсобрании Кировской области, 26 представляют партию Единая Россия. Почему? Потому что битва в одномандатных округах это по большому счету битва бюджетов. Кто громче заявил о своем участии, тот и молодец. Если вы помните, многие единороссы не использовали вообще шильдик, то есть бренд своей партии в агитационных материалах. Соответственно, шли вроде бы как... Но там была часть депутатов, которая от Народного фронта, по-моему, проходила в Законсобрании Кировской области. Решение фракции, а не решение своих избирателей. Ну вот как-то так. Еще, простите, пожалуйста, Владимир, такой вопрос. Вот вы говорите, что часть коллег работает хорошо, а часть коллег не работает. А был какой-то анализ все-таки, кто больше не работает, одномандатники или списочники? Есть вообще зависимость такая? Пассивнее себя ведут все-таки или нет? На самом деле, вот по тем примерным прикидкам... Да, мы сейчас готовимся просто к кулинарному заседанию, чтобы отстаивать свою точку зрения, что одномандатник на самом деле не всегда далеко отражает интересы своих избирателей, не всегда он в округе работает максимально хорошо. Но примерный беглый анализ показывает, что одномандатники, на самом деле, как мне кажется, пассивнее, чем те люди, которые избрались по списку. Пассивнее? То есть они тише себя ведут? Не работают? Ну, если, опять же, активностью оценивать, мерить количество внесенных законнициатив, то да. То есть одномандатники намного меньше вносят законодательных инициатив в законодательное собрание. По беглому анализу. Я, безусловно, эти цифры озвучу в сентябре на пленарном заседании. Так, а в сентябре на пленарном заседании эта инициатива каким-то образом будет обсуждаться, я так понимаю, да? Вы знаете, даже если не будет обсуждаться, то, как горячо сейчас это подхватили СМИ, безусловно, подтверждают, что жители Кировской области это волнует. Даже если инициатива в итоге не будет вынесена на рассмотрение депутатов, этот вопрос, безусловно, нужно обсудить, свериться, так сказать, с коллегами, услышать мнение тех, кто ни разу не пользовался правом законодательной инициативы. Считают ли они этот критерий основой эффективности депутатской работы? Может, у них другое мнение? Может, они в округах, я не знаю, встречаются ежедневно с избирателями, а мы отклиним их, что они вот, видите, так инициативу не вносят. Владимир, а возможно это, я не знаю, как-то где-то, может быть, вынести на обсуждение комитета какой-то по регламенту депутатской этики? Ну, то есть как-то разобраться вообще, кто работает, кто не работает, не с той целью, что кого-то, я не знаю, оставить за бортом, там, исключить, но просто скорректировать работу? Сказать, вот вы знаете, вот Иван Иванович... В любом случае, даже молчунов не можем оставить. Ну, понятно, да. Избрали люди, поэтому, да, а вот в части оценить эффективность работы, ну, наверное, аналитическое управление, информационно-аналитическое управление Захсобрания может эту работу провести, но, опять же, что будет являться главным мерилом? Количество зак. инициатив или какие-то прочие истории? Вот если посмотреть на отчеты депутатов, у многих они очень красивые, то есть ездил куда-то с кем-то, встречался, то есть... Избиратель, в конце концов, должен оценить, насколько депутат был эффективен, но вот по количеству законодательных инициатив, как один из критериев оценки работы депутатов, ну, могу сказать, что не у всех все благополучно. У многих эта функция провисает, хотя, опять же, это одна из ключевых задач депутата. Еще, Владимир, такой вопрос. Роман Цветов у нас в особом мнении говорил о том, что вообще цель вот всей этой истории она какова? Сэкономить средства. На содержание законодательного собрания из 54 человек идет больше денег, чем будет идти, условно говоря, на 40, и аппарат нужен больше. Вот вам как кажется, действительно получится сэкономить или нет? Нет, думаю, опять же, критично сэкономить не получится. Просто цифры на содержание законодательного собрания тратятся порядка 69 миллионов рублей, цифры большие. Но на содержание, например, управленческого аппарата правительства Кировской области, то есть на чиновников у нас уходит больше миллиарда рублей. Сколько? Ну, опять же, я еще раз говорю, я разделяю идею сократить неэффективных депутатов. Давайте сократим, да. Но, во-первых, поменяем подходы к изменению, да, то есть сократим одномандатников и сохраним списочную часть. И пойдем дальше, сократим в целом чиновников. Об этом нам много говорили. Никита Юрьевич, когда пришел, Белых говорил об этом. Юрий Васильев говорил, что нужно провести, опять же, ревизию в случае необходимости порезать чиновничий аппарат. Но этого не происходит. От миллиарда куда проще экономить, чем от 69 миллионов. И показать эффективность проще как раз там. У нас один центр занятости населения, например, тратит на себя больше 200 миллионов рублей. Давайте и там поищем деньги. То есть мы согласны, давайте уже к собранию тоже что-нибудь отрежем. Но пропорционально сокращению чиновников. Еще, Владимир, такой вопрос. Если все-таки вот эта история с сокращением числа депутатов будет вынесена на обсуждение, но в варианте не таком, который сейчас предлагается сократить списочную часть, а, например, сократить одновременно там и списочников, и одномандатников. Это лучше будет или нет? На самом деле, ну, в этом здравого зерна больше, чем в том предложении, которое мы сейчас обсуждаем. Сократить списочную часть и сохранить одномандатников. Нужно обсуждать. Опять же, я думаю, что те депутаты, которые эффективно работают, воспользуются возможностью обсудить это со своими избирателями в округах, узнать их точку зрения. Я думаю, что как раз вот эти летние денечки многие на это и потратят, наверное. Не знаю, у меня это ощущение... Продолжайте. В сентябре обсудим, да, базируясь в том числе и в первую очередь, наверное, на мнении избирателей. Мне-то почему-то кажется, что избиратели-то поддержат эту инициативу, ну, потому что как же, давайте сократим, они же... Ну, просто видишь ли, в чем проблема в том, что когда люди говорят о том, что сократить там депутатов или чиновников, это больше носит эмоциональный оттенок. Никто же не анализирует, ну, то есть, условно говоря, может быть, если бы все депутаты работали, и все депутаты общались бы с избирателями, то, конечно, чем их было бы больше, тем было бы, наверное, лучше. Но вот проблема просто в качестве работы. Если бы работали именно так. Ну, наверное, здесь логика еще и в том, что с меньшего количества депутатов легче спросить. То есть, каждый на виду, за спиной товарища прикрыться уже не получится. То есть, в этом логике тоже есть. Важно тоже, чтобы избиратели, которые вот так эмоционально поддерживают, например, идею сокращения, понимали, что штатно в законодательном собрании из 54 человек трудится только 8. Ставшиеся депутаты зарплату в законодательном собрании не получают. И вот, опять же, тот экономический эффект, о котором говорят, он впрямую от сокращения депутатов не появится. Потому что здесь нужно сокращать либо штатную численность депутатов, то есть сокращать от 8 что-то, либо сокращать аппарат. То есть, эти 69 миллионов – это в большей степени затраты на осуществление деятельности аппарата. Деятельность свою, вернее, аппарата, заксобрания и деятельность свою заксобрания будет осуществлять в любом случае, будь то в количестве 40 человек или будь то в количестве 54. И опять же, сократив депутатский корпус на четверть, расходы на четверть, я вас уверяю, сократить не получится. Спасибо большое, Владимир, за комментарий. За Ваш это был Владимир Костин, вице-спикер законодательного собрания Кировской области. Спасибо, до свидания, Владимир. По поводу того, что соцсети, конечно, в дружном поры подхватили вот эту инициативу, что сократить, сократить и депутатов, и сократить чиновников. Да давайте их вообще всех выгоним. Так я видела, было написано. Тоже тут, я видела этот комментарий, переносили какое-то учреждение, а, школу решили открыть в здании КМТТ, которая на Меделеева. И слышала, ну вот, комментарий тоже коллега у меня сделала, что вроде бы лучше бы туда переселили администрацию. Но секундочку, администрация ведь не просто сама там работает, туда ведь каждый день ходят люди, которым нужно решать какие-то свои вопросы. И почему-то, когда люди требуют отправить администрацию города на какой-нибудь выселке, они не думают о том, что завтра, возможно, придется тебе самому обивать пороги администрации, а, как правило, учитывая все бюрократические процедуры, сделать что-то за один раз в России нельзя. Ты как минимум сходишь два, три, а то и четыре раза. Вот то же самое с сокращением количества чиновников. Мне кажется, если не перетряхивать это полностью, то есть просто сократить, то у тебя, ну, то есть не пересматривая их обязанности, не выстраивая новую систему работы, то ты просто, люди окажутся без услуг, вот и все. А мы сейчас у Алексея Кузьмина, предпринимателя и депутата Кировской гордомы 5-го созыва, спросим, а почему люди так реагируют положительно на сообщения о возможных сокращениях чиновников или депутатов? Алексей, добрый день. Добрый день. Добрый день. Леш, вот вопрос такой. Ну, видел ты наверняка эту информацию, да, по поводу того, что предложено сократить количество списочников в ЗАГС-собрании до 13 человек, одномандатников оставить 27, как и есть сейчас. Ну, к следующему созыву эта инициатива предлагается. Люди, граждане там в социальных сетях, в комментариях под новостями эту тему, ну, горячо поддерживают, да, жители Кирова. Давайте их всех на хлебников разгоним, да, и пусть вот, значит, там несколько человек останется, они работают, а остальные, значит, пусть не проедают наши деньги. Вот так ли это? То есть действительно ли эта история, она положительный такой контекст носит? Вот вы знаете, я прекрасно понимаю, почему люди выступают за эту инициативу, потому что большинство людей почему-то не видит разницы между депутатом и чиновником. Я сам неоднократно высказывался и до сих пор выступаю за то, что в Кировской области и тем более в городе Кирове нужно сокращать чиновничий корпус, сокращая их расходы, сокращая их управленческие штаты и так далее. Но ни в коем случае не выступаю за то, чтобы сократить количество депутатов. Либо это местных дум, Кировской городской думы, либо тем более ЗАГС собраний. Потому что мне кажется, что люди не понимают эту разницу между депутатом и чиновником. И под одну гребенку поддерживают сокращение чиновников, и под одну гребенку засовывают сюда же депутатов. Мне кажется, это нелогично и неправильно. И, безусловно, я выступаю против этой инициативы, потому что здесь главная задача, инициатива о сокращении депутатов ЗАГС собраний, здесь главная задача – это убрать дискуссию из стен областного законодательного собраний. Для того, чтобы как можно большее количество мест получили представители «Единой России», чтобы оппозиция по спискам проходила как можно меньше, чтобы максимально можно было использовать административный ресурс на будущих выборах. Эта инициатива создана исключительно для этого. Потому что сейчас в стенах ЗАГС собраний идет полномасштабная дискуссия. Оппозиция выступает против, высказывает конкретные конструктивные предложения, но оппозицию не слушают. Оппозиция вынуждена вставать с мест, покидать зал заседания, устраивать демарши и так далее. Но это единственный рабочий элемент, который сейчас можно сделать в ЗАГС собраний. А этой инициативой о сокращении количества депутатов мы убираем дискуссию из ЗАГС собрания, можно сказать, лишаем оппозицию права голоса. А если вы вспомните, то практически половина мест в стенах ЗАГС собрания было за представителями оппозиции. Ну и что сейчас будет при введении вот этого ограничительного числа количества депутатов? И половина-то была в прошлом созыве, я просто для слушателей уточнения там сейчас выношу. В прошлом созыве, в пятом была примерно половина, вот по итогам выборов 2011 года. Сейчас-то, конечно, оппозиции, по-моему, меньше трети, по-моему, сейчас. Нет, 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 сейчас тоже ближе к половине, но там, тем не менее, сейчас оппозиция попала в стены ЗАГС собраний в большинстве своем по спискам от политических партий. А сейчас этой возможности там их пытаются лишить. Тем более там сейчас у Единой России в ЗАГС собрании есть все рычаги для того, чтобы это глупое, необоснованное и, скажем так, политически непросчитанное решение принять. Алексей, смотрите... Я выступаю категорически против этой инициативы. А вы считаете, что одномандатниками пройти у оппозиции вообще шансов нет? Не то чтобы нет, но этих шансов гораздо меньше. Вы же знаете, что такое выборы, тем более в Кировской области. Это применение административного ресурса, это денежные кошельки, посмотрите на доходы депутатов ЗАГС собрания. То есть откуда у, скажем так, народных избранников, оппозиционных такие бешеные деньги на проведение избирательных кампаний? Вы примерно представляете, сколько миллионов стоит проведение избирательной кампании, полноценной, в одномандатном округе для того, чтобы победить? То есть это большие деньги, и эти деньги есть только у представителей Единой России в таких больших количествах. Ну вот они этим пользуются, этими деньгами будут выигрываться следующие выборы. Все понятно? Аня, если у тебя нет вопросов, отпустим Алексея. Да, я думаю, что мы с Алексеем можем попрощаться. Алексей, спасибо большое. Да, Алексей Кузьмин был с нами на связи, предприниматель, депутат Кировской городской думы Пятого созыва. Вот Алексей считает, что по одномандатному округу представителю оппозиции сложнее пройти все-таки, чем представителю Единой России, ну или каких-то структур, которые так или иначе с Единой Россией связаны. Ну, на самом деле, я тут с Алексеем соглашусь в той части, что это делается для того, чтобы убрать оппозицию, просто потому что, мне кажется, это очень странно, когда кто-то из Единой России предлагает что-то, и это не учитывает интересы Единой России. То есть если это предложение поступило, то, скорее всего, с вероятностью 100% оно пойдет на пользу предложившему. Ну, возможно, хотя Роман Титов говорил о том, что это естественная инициатива, то есть пока это даже не документ, не носит никакого характера там, да, оформленного, это все выдвинуто на обсуждение, и обсуждаться может там любой совершенно вариант и любая конструкция, но в том числе я Романа спрашивала, может быть, мы тогда вообще депутатов-списочников уберем из законодательного собрания, оставим только одномандатников, как в Мосгордуме, например. Ну, вот с той же Мосгордумой, как ты мне накануне рассказывала эти сумасшедшие истории о том, как отказывают в регистрации, то есть это какие-то сумасшедшие вещи, и если они будут происходить и здесь, то действительно, наверное... Ну, от них не застрахован никто, конечно, от этих новостей. Сейчас мы посмотрим, попробуем сейчас связаться с очередным нашим экспертом. Дмитрий Сергеев с нами на связи, насколько я понимаю. Дмитрий Валерьевич, добрый день. Добрый день. Добрый день. Дмитрий Валерьевич, напомните нам, пожалуйста, вы же как одномандатник, по-моему, в законодательное собрание прошли. Вот скажите, все-таки есть разница между депутатами-одномандатниками и депутатами-списочниками в качестве их работы, так скажем, в активности их? Правда ли это, что депутаты-списочники в большей мере втихаря сидят и ничего не делают? Ну, мне, наверное, сложно так однозначно ответить. Это, наверное, зависит все-таки от личности самого депутата. Но для тех, кто прошел это сито одномандатного округа, когда приходилось, я думаю, что всем неоднократно встречаться с избирателями, больше понимание того, что людей беспокоит конкретно вот на этой территории. Ну вот сейчас, как бы вы оценили количество тех людей, ну, я не знаю, в процентном, возможно, соотношении, кого можно было бы сократить без потери качества? Нет, вот я такую оценку точно себе брать не буду. Я единственное могу сказать, что это нововведение, когда у нас появились списочники. До этого списочников не было. И законодательный орган при этом работал. То есть, да, это был, ну, своего рода, может быть, эксперимент. Насколько он был удачный, ну, у меня, скажем, есть в этом сомнения. То, что можно совсем обойтись или как-то изменить вот эту пропорцию, я, наверное, соглашусь. Ну, тут, наверное, вопрос больше не к тому, что одномандатник, что это что-то плохое, да, как вот то, о чем говорил Алексей Кузьмин, что очень часто применяется административный ресурс, деньги. Понятно, что не у всех есть деньги для того, чтобы организовать, я не знаю, даже там масштабный вот этот проезд по всем районам. должен, ну, каким-то образом засветиться, что называется. И вложиться, что неважно. Вложиться в избирательную кампанию, там, да, агитации, какие-то материалы, там, и прочее, и прочее. То есть, не у всех этих средств есть. Ну, здесь я не могу сказать, кто как эти организует. И вопрос, как сказать, лидера общественного мнения, если ты лидер этого мнения, да, общественного, то есть тебя знают на территории, то здесь вкладываться в предвыборную кампанию, ну, больших каких-то размеров, смысла, может быть, и нет. А если тебя не знают, вот как раз началась предвыборная кампания, и ты пошел о себе заявлять только с этого момента, да, конечно, тебе нужно вкладывать в это какие-то огромные ресурсы для того, чтобы просто себя популяризировать. Поэтому здесь я так вот тоже не скажу точно, что, да, нужны деньги, чтобы стать одномандатником. Не согласен. По поводу денег, если продолжать, как считаете, вот это вот сокращение все же позволит сократить сильно траты, или, по крайней мере, равноценно, да? То, что заявляется, да, что это поможет экономии ресурса, экономии бюджетных средств. Насколько это действительно поможет? Ну, давайте начнем с того, что депутаты у нас зарплату не получают. Восемь человек получают, остальные нет. Они так и останутся. Комитеты никуда не денутся, заместители и председатели тоже никуда не уйдут. Да, то есть вот этот... Те, кто работают на неосвобожденной основе, они так и останутся. Вопрос в том, что подготовка заседаний, да, сократится какая-то затрата, какое-то количество денежных средств, да, будет, но это не такие, наверное, значительные средства будут по сравнению с общим бюджетом. То есть в процентном отношении это там не 10, не 20, не 30 процентов. Дмитрий Валерьевич, вот давно, к сожалению, не была на заседаниях ЗАГСа в Ранее. До сих пор вам распечатки готовят к заседаниям? Или перешли уже все же ныль? Все материалы мы получаем на бумажном носителе предварительно готовятся, чтобы можно было с ними ознакомиться. Так, может, вы уже... Их выдают непосредственно на заседания, а их выдают заранее, чтобы мы шли и на комитеты, и на пленарное заседание, уже имея на руках эти материалы. Просто еще помню, в пятом созыве этот вопрос поднимался о том, чтобы заменить уже, наконец, эту бесконечную бумажную канцелярию, раздатку на какие-то, я не знаю, там, планшеты, да, которые бы вам каждый раз перед... Да это все в электронном виде можно на почту отправлять. Каждому депутату, мне кажется. Ну, давайте начнем с того, что, может быть, выборочно это и возможно сделать, поэтому у нас все-таки люди разного возраста в корпусе. Для некоторых, может быть, электронный вид и неприемлем. То, что для всех одинаково сделано, ну, для всех одинаково, да, то есть, чтобы не было здесь, как сказать, каких-то любимцев и там каких-то амбиций. Да, может быть, и по выбору, скажем, по заявлению, кому-то в электронном виде, а кому-то на бумажном носителе. Спасибо большое. Дмитрий Сергеев был с нами на связи, депутат Законодательного собрания Кировской области. Дмитрий Валерьевич прошел в Законодательное собрание как одномандатник. Ну, я... К сожалению, время у нас подходит к концу. Не могу согласиться с Дмитрием... Ой, да, перерывок с Дмитрием Валерьевичем по поводу того, что возраст людей разный, распечатки. Если возраст твой не позволяет тебе пользоваться даже планшетом, возможно, стоит отправиться на пенсию, а не в ЗАГС собрание. Потому что на дворе 2020 год. От всей вот этой вот бумаги можно давно отказаться и экономить на этом деньги. Рекламная пауза полтора минуты. Продолжаем с Дарьей Топузлиевой в дневном развороте разбираться с тем, хорошо или плохо. Вот эта вот инициатива, которая предлагается по сокращению числа депутатов Законодательного собрания. С 54 предлагается урезать состав до 40 человек, сократив количество списочников, депутатов-списочников, тех, которые по спискам проходят. Ну, прозвучало уже предложение о том, что если сокращать, то сокращать нужно и тех, и других, чтобы по-честному. Никому не обидно было? Ну, что-то типа того, да. Я вот заглянула на сайт госсовета КОМИ. Так? Это единственный... 30 человек там. Ну да, там около 30-и, 27 я нашла, но так как очень плохо у нас работает... Я 29 считала, да. Очень плохо работает интернет, я могла где-то ошибиться. Вот КОМИ работает вот с таким вот количеством людей. Нет, на самом деле есть регионы в России, действительно, где депутатов меньше, чем в Кировской области, но, правда, есть регионы, где больше, где значительно больше есть регионы. Я, кстати, посмотрела в перерыве, да, сколько всего депутатов от оппозиции в нашем законодательном собрании, их 17 человек. 17 человек, то есть это меньше, меньше половины. Да, на связи с нами Анатолий Михайлович Чурин, депутат законодательного собрания до Кировской области, фракции КПРФ. Анатолий Михайлович, добрый день. Добрый день. Видели ли вы предложение вашего коллеги Романа Титова и как к нему относитесь? Считаете ли, что это действительно такая полезная инициатива? Я думаю, что в любом случае сокращение числа депутатов, оно сильно не повлияет на работу законодательного собрания. Поэтому тут надо только очень серьезно посмотреть соотношение числа депутатов по округам и числа депутатов от политических партий. Тогда, наверное, ведь ясно, как это все возможно или наоборот невозможно. Поэтому так вот сходу, что за или против, к сожалению, пока я не готов. А не повлияет вы на работу, вы имеете в виду на качество работы или вот на ту затратную часть? На затратку. Конечно. Если количество депутатов сократится, то, наверное, расходы, которые сегодня тратятся на работу законодательного собрания, можно перераспределить в пользу того, чтобы было больше освобожденных депутатов, работающих на постоянной основе. То есть качество может даже в этой ситуации возрасти, а не то, чтобы, так сказать, снизиться. Ага. То есть эти деньги оставить в ЗАГС собрании, но просто... Не 8 человек будут получать зарплату, а 10, например, примерно 10. Да, да. Но будут полностью заниматься именно своим делом депутатским, не отвлекаясь. Ну да, то есть они будут на максимальной основе, на постоянной... Они будут заниматься именно законотворчеством, и тогда, как говорится, качество, я думаю, что никак не будет страдать. Анатолий Михайлович, а вот смотрите, по поводу непосредственно законотворчества, выхода там с какими-то законодательными инициативами. А должен ли депутат вот прям как по часам, я не знаю, в каждом квартале выносить какую-то законодательную инициативу? Или действительно, возможно, он не выходит с какими-то проектами, но активно ездит по районам, например, работает с избирателями? Ну вот здесь как раз и заключается смысл в том, чтобы, если депутаты будут работать на постоянной основе, будут общаться с населением, будут общаться с руководителями предприятий, организаций, следить за тем, как развивается экономика, региона и так далее, и так далее, наверное, у них будет больше понимания того, какие законы непосредственно нужны в данной конкретной ситуации и почему они вызываются именно. Сегодня очень сложно понять, как, так сказать, работает этот механизм. В основном идет все это сверху и зачастую область принимает законы, которые спускаются как бы с федерального уровня и как они будут работать на уровне региона не всегда понятно. Анатолий Михайлович, правильно я вас понимаю, что вы имеете в виду, что если бы депутат активно общался с избирателями, то законодательные инициативы появлялись бы чаще, как естественный процесс. То есть вот тут есть проблемы. Я не думаю, не понимаю, не так сказать, не знаю, чаще это будет или не чаще, но по крайней мере это будет точнее. Сегодня ведь многие законопроекты, которые продвигаются, они, вы знаете, из федерального уровня, из регионального, они не всегда работают. А работают они не всегда, потому что не всегда учитывают ту конкретную ситуацию, которая вот сегодня есть. И поэтому, если бы сегодня глубже появилась возможность глубже изучать, глубже, так сказать, понимать необходимость того или иного законопроекта, это было бы только на пользу. Анатолий Михайлович, еще такой вопрос. Смотрите, вот у нас в эфире уже прозвучала информация о том, что по спискам, например, представителю оппозиции пройти в законодательное собрание проще, чем по одномандатному округу. Ну, понимаете, вот здесь-то как раз и будет заключаться не просто пройти по спискам, а здесь заключаться как раз будет соревновательность, соревновательность партийных, так сказать, организаций, партий. А сегодня, когда, конечно, одна из партий имеет большинство, абсолютное большинство, когда у нее ресурсов, так сказать, достаточно, она всегда будет впереди. Но здесь уже все будет зависеть от того, насколько, так сказать, та или иная партия будет активно работать со своими избирателями. И надо создавать равные условия для этого. Я думаю, что на уровне области это возможно создать такие условия не только одной какой-то партии, ведущей, допустим, сегодня партии, а создавать такие же условия для других. Тогда вот это равенство и позволит сохранить возможности для всех, не только для одних каких-то партий, организаций. Спасибо большое. Анатолий Чурин был с нами на связи, депутат законодательного собрания Кировской области, фракции КПРФ. Вот Анатолий Михайлович не определился пока, хорошо или плохо. Видишь, говорит, с одной стороны, вроде как и, можно попробовать. Но это вот интересная была инициатива о том, чтобы оставить эти средства все-таки в ЗАГС собрании, то есть не сокращать бюджет законодательного собрания, а оставить и эти деньги направить на дополнительные зарплаты еще там двум, трем или скольки там хватит депутатам, для того, чтобы они могли полностью заниматься именно депутатской деятельностью своей, а там не приходить раз в месяц просто на заседание и не работать с документами где-то по ночам после основной работы, чтобы понять, что там происходит, отвлекаясь от чего-то. А я все вот обдумываю мысль, которую Дмитрий Валерьевич сказал по поводу избирательной самой компании, да, о том, что если ты начинаешь с ноля, ну, то есть если ты, как черт из табакерки, в предвыборное время неизвестное выпрыгнул, то да, действительно придется потратить на это много времени, много вложиться, а если ты себя уже зарекомендовал, то никаких особых денег и не надо. Ну, вот мы сейчас спросим, наверное, у Михаила Курашина, что мы по этому поводу думали. Да, спросим. Да, Михаил, добрый день, добрый день. День добрый. Да, Михаил, вице-спикер законодательного собрания Кировской области пятого созыва, прошлого созыва, того самого, где вот примерно там половина на половину были оппозиции и единая Россия. Михаил, на самом ли деле вот у одномандатников, если вот их оставят и при этом сократят численность, ну, вообще у оппозиции никаких шансов не будет пробраться в ЗАГС собрание? Ну, скажем так, при том историческом опыте, который есть, я так понимаю, что, собственно, на что и надеется там единая Россия, это будет примерно так. Но, как только ситуация может поменяться, она может поменяться, да, то есть, когда будут те же списочники идти по одномандатным округам и достаточно тяжело будет уже побеждать руководителям там агропредприятий, потому что там появится реальная конкуренция. Ситуация может поменяться и тогда все разговоры о том, что вот там достать только одномандатников, я думаю, обернутся в разговор о том, что давайте снова увеличивать численность. То есть, это конъюнктурное решение, исключительно политическое, финансово, в принципе, ничем особо оно для Кировской области не повлияет ни в плюс, ни в минус, потому что там штат аппарата, который, собственно, и есть затратная часть так собрания, она останется, а расходы на депутатов, они, в принципе, минимальны. Вот поэтому это конъюнктурное решение и не более того. Ну вот Алексей Кузьмин высказывал мысль, что таким образом хотят совершенно там нивелировать оппозицию, получится таким образом совсем их со счетов скинуть? У оппозиции, у нашей Кировской вообще есть ресурсы для того, чтобы через одномандатные округа пробиваться. То есть, если я верно вас поняла, вы говорите, что если там какие-то видные, например, наши депутаты не пойдут по спискам, то они пойдут в одномандатный округ, там усилится конкуренция и у них есть шансы пробиться, да? Но вот как их много, этих людей? Алло? Так, у меня ощущение, что Михаил у нас отключился. Михаил, к сожалению, не в Кировской области. Нет, с нами на связи? Нет, отключился. Отключился, к сожалению, да. 42 минуты у нас, я не знаю, я думаю, что мы, наверное, не успеем уже набрать заново. Сейчас вот смотрю на продюсера, успеет, не успеет, она нам подхватить Михаила еще раз. Да, может быть, сейчас все-таки получится договорить Михаил. Видимо, немного, конечно, Михаил успел нам сказать. Две минуты еще есть или минуты, не знаю, сейчас нам вот такой режиссер что подскажет. Одна минута у нас есть. Ну, в любом случае, вы тоже можете нам написать свое мнение 8909-720-101-0, зачитать мы его успеем, дозвониться, конечно, вы еще не успеете, вопросительно так на меня смотришь. Я смотрю и думаю о том, что вообще вся эта история хорошо бы была вынесена на публичные обсуждения и хорошо бы людям, действительно, кировчанам рассказывали о том, что это может Хотя бы знали, кто их депутат. Вот это был бы уже вообще успехом, мне кажется, гражданского общества. Не на связи, он предупреждал, что может, конечно, отвалиться в любой момент, потому что там, где он находится, я понимаю, не очень хорошая связь. На самом деле, вот то, о чем говорили спикеры, о том, что депутат и чиновник в лице людей это какой-то единый объект, то на самом деле это так и есть, и большинство людей считают, что все депутаты получают зарплату, потому что депутаты Госдумы получают зарплату, и то же самое они думают про кировских депутатов, и когда ты начинаешь им объяснять, они говорят, что нет, они сидят там бесплатно, люди в смысле бесплатно, кто-то работает бесплатно, так не бывает, так не бывает, говорят люди, зачем я буду сидеть бесплатно, если ничего с этого не поимеешь, что называется, но вот на самом деле, смотри, мы опросили с тобой четверых, пятерых человек, да, никто, по-моему, не сказал, что получится значительно сэкономить, никто не сказал, то есть вот эта вот инициатива и ее обоснование именно в части экономии бюджета, это вот даже депутатами самими там, да, подвергается сомнению. Мы сейчас первый час разворота завершаем, вернемся через 20 минут с новой темой, я напомню, у нас художественный музей, будем говорить про Кандинского, про Воснецовский пленэр, будем говорить про выставку итальянцы в России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok